Меня зовут Георгий. Я сегодня расскажу об одной рекомендательной системе, которую мы не так давно построили для одного из наших заказчиков. Немного обо мне. Я приехал из Санкт-Петербурга. Я работаю бигдатный инженером в компании GridDynamics. У меня более семи лет опыта. Я начинал изначально как Java-разработчик, но последние несколько лет больше занимаюсь скалой и спарком. Последние 10 лет рекомендательные системы стали очень важным доменом для бизнеса, потому что они приносят очень много денег. На примере нашего заказчика с покупок от рекомендаций он зарабатывает более сотни миллионов долларов в год, и поэтому компании очень заинтересованы в развитии и внедрении таких систем. Опять-таки наш заказчик содержит сразу 2 или 3 команды инженеров, которые работают над различными видами рекомендаций параллельно. Там и бигдата инженеры, и дата сайентисты, и девопс, и все это вместе. Кроме всего прочего, рекомендательные системы давно стали частью нашей жизни. И я хотел бы начать с небольшого обзора рекомендательных систем, с которыми я сталкиваюсь каждый день помимо работы. Например, это игровые сервисы типа Steam. Он знает, в какие игры я люблю играть, какие жанры, и может что-то порекомендовать personalized for me. Кроме игровых сервисов, это, например, онлайн-библиотеки, или YouTube, или сервисы музыки, такие как Spotify и Apple iTunes. И, конечно же, сервисы с видео, такие, например, как Netflix. На Netflix я хотел бы остановиться немножко подробнее, потому что вот эти две плашки с веб-сайта Netflix, это очень похоже на то, что мы делаем для нашего заказчика. Вот эти два вида рекомендаций по пользователям и по айтемам. Ну, первый вид — personalized recommendations. Если так подумать, то какая информация у Netflix есть обо мне, что он обо мне знает? Он не знает мой возраст, он не знает ничего об моей семье, или чем я занимаюсь, с кем я работаю. Единственная информация, которая есть у сервиса, это как я с ним взаимодействую, чему я ставлю лайки, дизлайки, добавляю в свой лист, или что и сколько я смотрю. И анализируя эту информацию, Netflix может делать персональные рекомендации для меня. И кроме персональных рекомендаций, он может также рекомендовать фильмы. Например, если вам понравился вот этот фильм, то обязательно посмотрите что-нибудь из этого. Такие рекомендации тоже получаются путем анализа абсолютно этих же данных по пользователям, по группам пользователей. Содержание на мой доклад. Я первую часть посвящу небольшому теоретическому введению, то, как именно, какими методами мы работаем и как мы рекомендации получаем. И вторая часть, как у нас это заимплементировано, как у нас это работает. Вообще существует достаточно много различных видов рекомендационных систем, но та, о которой я хотел бы рассказать сегодня, относится к технике collaborative filtering, а именно факторизация матриц. То есть это вот этот вот подвид. Что такое collaborative filtering? Это техника построения рекомендаций, которая основана на анализе фидбэка пользователей. То есть мы не анализируем никакую информацию о пользователях, мы не анализируем никакую информацию о продуктах. Только фидбэк. Сам фидбэк бывает двух видов. Explicit и implicit. Explicit — это когда пользователь нам явно сообщает о своих предпочтениях, что ему нравится или не нравится. Implicit — это когда мы пытаемся сделать вывод за пользователя сами, основываясь на той информации, которая у нас есть. Например, сколько раз пользователь на что кликал, сколько времени что он просматривал, что он добавил себе в корзину, что он купил и так далее. Обычно техника collaborative filtering ведет к построению матрицы user item. Например, ее можно представить в таком виде. Вот здесь у нас в строчках пользователей системы, в столбиках какие-то продукты, и мы заполняем известные нам рейтинги. Таким образом, нашу задачу можно определить как аппроксимация неизвестных ячеек в этой матрице. Если мы представим, что каким-то образом мы можем заполнить все ячейки, мы абсолютно точно сможем дать неплохие рекомендации любому пользователю. Ну вот здесь картинка. Я надеюсь, что ее хорошо видно. Если мы представим, что мы проставили какие-то значения, то нашими рекомендациями будут максимальные значения в каждой строчке. Ну вот, например, здесь можно сделать вывод, что пользователю Stacy, вероятно, понравится Гарри Поттер, потому что у него самый большой скор из тех продуктов, с которыми Stacy не знакома. Проблема user item матрицы заключается в том, что она очень разреженная. То есть в реальном мире у нас могут быть миллионы пользователей, миллионы продуктов, и только очень маленькое число пользователей оценивает маленькое число продуктов. Поэтому обсчитывать эту матрицу глоб достаточно тяжело, и различные алгоритмы и идеи пытаются от этого представления перейти к какому-нибудь более плотному. И идея факторизации матрицы — это именно один из способов, как от этого уйти. Суть идеи заключается в том, что мы исходную user item матрицу представляем в виде произведения двух более маленьких матриц. Для этого мы вводим так называемые факторы дополнительной величины. Можно сказать, что это атрибуты для наших пользователей и продуктов. Например, здесь исходная матрица 4х4 представлена в виде произведения двух матриц 4х2 и 2х4, где буквы — это пользователи и продукты, а два столбика и две строчки — это факторы. Вообще, саму идею факторов я бы хотел объяснить на примере. Если мы вернемся к какому-то сервису рекомендаций фильмов и возьмем в качестве факторов жанры фильмов, то мы можем произвести факторизацию следующим образом. Для каждого пользователя мы можем описать, насколько ему нравится тот или иной жанр фильмов, а для каждого продукта, насколько он относится к тому или иному жанру. Соответственно, произведя такую факторизацию, мы сможем примерно понимать, какому пользователю может понравиться какой продукт. Ну вот здесь у меня на картинке, например, пользователю Джону очень нравятся Action и Adventure, и, соответственно, можно предположить, что ему понравятся пираты Карибского моря, потому что они тоже имеют большое значение по этим же жанрам. Таким образом, произведя факторизацию матриц по пользователям и продуктам, мы можем восстановить исходную user item матрицу путем переназначения этих двух матриц. Здесь на картинке изображено, например, если мы хотим понять, понравится ли Stacy продукт C, все, что нам нужно сделать, это найти вектор пользователя Stacy, перемножить его на вектор продукта C, и мы получим score. Аналогичным образом мы можем найти все отношения для пользователей продуктов. Соответственно, алгоритм, который мы используем для этого, называется ALS. Он делает факторизацию для нас. Я, наверное, не хотел бы очень сильно углубляться в то, как именно он работает. Здесь для нас важно понимать только, что это итеративный алгоритм, задача которого минимизировать функцию потери. А, соответственно, функция потери — это минимизация разности между теми рейтингами, которые нам известны и рейтингами, которые получатся при перемножении факторизованных матриц. То есть здесь вот эта большая формула, здесь X — это факторизованная матрица пользователей, Y — факторизованная матрица продуктов, R — это известные нам рейтинги, и вот мы хотим минимизировать функцию таким образом, чтобы разность для известных рейтингов стремилась к нулю. И этот процесс итеративный, соответственно, количество факторов и количество итераций, которые он сделает, это входные параметры. Таким образом, высокоуровневую архитектуру нашей системы можно представить следующим видом. У нас есть модель, которая состоит из двух матриц. Процесс получения модели по исходным данным называется тренировкой. Процесс получения рекомендаций по модели называется сервингом. Сервинг в нашем случае получается всего лишь две алгебраические операции. То есть, например, если мы хотим дать рекомендации по пользователю, нам нужно найти вектор этого пользователя в факторизованной матрице пользователей, перемножить его на всю матрицу продуктов, и мы получим вектор скоров. Теперь из этого вектора скоров нам просто нужно найти, например, 10 максимальных значений. И это будет нашими рекомендациями. Для продуктов аналогичная ситуация. Мы просто вместо вектора пользователей берем вектор продуктов, снова перемножаем его на всю матрицу продуктов, и снова берем, например, 10 максимальных значений. Поведение у меня все. Теперь я хотел бы быстро пробежаться по имплементации. Несмотря на то, что введение, я рассказывал про фильмы, в реальности наш заказчик, американский ритейл, он работает с одеждой. Поэтому есть небольшая разница. Здесь наш технологический стэк, что мы используем. Система состоит из нескольких модулей. Все написано на скала и спарке, кроме имплементации сового алгоритма. Она написана на питоне. А снизу указанные технологии используются для инфраструктуры, для диплоя и продакшена. Перед тем, как мы начали что-то делать, заказчик нам выдвинул несколько требований. Во-первых, система должна быть рассчитана на примерно 9 миллионов пользователей, на 200 тысяч продуктов. Тренинг датасет примерно 50 гигабайт. При этом он каждый день обновляется и содержит 60 последних дней. То есть мы работаем с implicit фидбэком и в принципе 50 гигабайт — это не очень много, но тенденция говорит о том, что этот датасет становится все больше, больше и больше. То есть хотелось бы, чтобы мы могли обрабатывать и 100 гигабайт, и 200 гигабайт. Поэтому скейлабилити очень важна для нас. Кроме всего этого, есть определенные требования на перформанс. Например, процесс тренировки, получение модели, должен быть укладываться в 3 часа, а процесс получения рекомендаций в 100 миллисекунд. Также, так как нашей моделью являются всего две матрицы, нам чисто в теории никто не мешает на этапе тренировки полностью их перемножить и получить скорой для всех пользователей и всех продуктов. То есть еще на этапе тренировки мы можем получить все наши рекомендации, а закэшировать их где-нибудь, а на сервинге просто доставать как key value storage по key. Но кастомер запретил нам так делать. Он сказал, что делайте, что хотите, но рекомендации должны считаться прямо в реал тайме, по-честному. И на это есть две причины. То есть, во-первых, в процессе получения рекомендаций мы хотим использовать дополнительные бизнес-требования. Например, мы хотим задать, что в рекомендациях должно быть как минимум 5 категорий продуктов. Например, чтобы там были шорты, куртки, шляпы и еще что-нибудь. Или, например, сделать ограничение по брендам, что все рекомендации должны быть одного бренда или в рекомендациях должно быть как минимум 3 бренда. Ну и такого рода. И таких требований очень много. И получается, что мы не можем их просчитать на этапе тренировки. Это все учитывается в реал тайме. И кроме того, одно из главных преимуществ алгоритма ALS в том, что он поддерживает так называемый онлайн леунинг. То есть вместо того, чтобы перетренировывать модель каждый день, мы можем воспользоваться каким-нибудь стримингом и обновлять модель для каждого входного ивента. И таким образом пользователи будут видеть новые рекомендации не на следующий день, а в течение нескольких минут. К сожалению, в данный момент мы еще не закончили с этим опробочем, поэтому я про него еще говорить не буду, но это вот то направление, в котором мы сейчас движемся и наши планы на следующий год. ALS достаточно известный алгоритм, и его имплементация есть во многих машин леунинг-пакетах. Например, он есть в Spark, но кастомер нам предоставил свою собственную имплементацию, рассчитанную под конкретные нужды. И она написана на питоне просто в качестве обычного скрипта, ни PySpark, ничего там нет. То есть у нас есть только вертикальное… вертикал скейлинг. То есть мы можем взять машину с большим количеством CPU, чтобы это ускорить, но мы не можем это обрабатывать на кластере. Здесь диаграмма, как у нас в итоге получается процесс тренировки. В данный момент у нас абсолютно вся система развернута в G-Cloud, кроме входных данных, которые лежат на серверах кастомера в виде CSV-файлов на HDFS. Соответственно, весь процесс тренировки состоит из трех этапов. Первый этап — ETL. Он нужен для того, чтобы очистить исходные данные от всякого мусора. Второй этап — это непосредственно тренировка модели на питоне. И третий этап — это подготовка модели для использования в продакшене. Пользователи, которые очень мало что-нибудь оценивали, или продукты, которые имеют очень мало оценок. А также, например, так как наш заказчик — это очень большой магазин, им пользуются магазины поменьше, которые, например, могут скупать все подряд и потом перепродавать у себя. Соответственно, такие данные могут модель очень сильно испортить. Мы хотим от всего избавить. Чисто технически у нас это просто простое приложение, написанное на спарке, которое читает данные с HDFS, применяет какие-то фильтры, которые описаны в конфигурации, и сохраняет все это на облаке. Соответственно, следующий этап — это тренировка модели. Именно на этом этапе мы указываем веса для наших фидбэков. Например, как сильно на модель будут влиять клики, добавление пользователям в корзину, покупки и так далее. Кроме того, именно на этом этапе мы указываем настройки алгоритма ALS, а именно сколько факторов мы хотим использовать, 50, 100, 1000, и количество итераций, которые алгоритм будет выполнять. Дело в том, что это трейд-офф между точностью предсказаний и скоростью. Если мы укажем большое количество факторов и большое количество итераций, факторизация будет идти очень долго, и нам потом будет очень долго перемножать эти факторы. Чисто технически это просто Python application, который с клауда прочитал, посчитал, составил две матрицы, и обратно на клауд засунул. И, наконец, третий этап — preparation. Все дело в том, что во время составления модели мы хотим использовать абсолютно все данные, которые у нас есть, ну, кроме мусора. Непосредственно для рекомендаций необходимо оставить только продукты, которые есть в наличии прямо сейчас. То есть для моделей используем абсолютно все продукты, которые есть, а для рекомендаций только доступные. И так как в продуктах у нас всего 200 тысяч, это получается достаточно маленький объем данных. Нам никто не мешает спокойно хранить их в виде Java объекта и без нашего приложения. Пользователи, которых у нас 9 миллионов, мы засунули в BigPable — это аналог Cassandra или HBase, предоставляемый Google, и просто используем как KeyValueStorage. Чтобы сделать рекомендации по пользователю, нам нужно найти его вектор. Это можно вытащить, используя UserID как ключ. А для продуктов мы конструируем Java объект, который называется ItemScore. Здесь вот я привел три его поля. Первое поле — это непосредственно сама матрица, то есть там по индексам лежат вектора. И два дополнительных поля нужны для маппинга между бизнес, product ID, ну, например, артикула продукта, и его индексом в матрице. Ну, потому что нам нужно и по индексу знать, какой этот продукт реально лежит, и по продукту узнать, под каким индексом он лежит в матрице. В принципе, с тренировкой все. Здесь я еще указал перформанс, как он выглядит сейчас. Например, E3 у нас в среднем занимает минут 40, тренировка — полтора часа, и подготовка данных — 15 минут. То есть в итоге мы вполне неплохо укладываемся в три часа, и здесь, конечно, очень многое зависит от настроек ALS. То есть увеличивая факторы итерации, мы можем тренироваться дольше, но получать немножко лучший результат. На текущий момент и перформанс, и точность всех устраивает, поэтому вот остановились на варианте с полутора часами, и все выглядит неплохо. Теперь про сервинг, про то, как мы получаем рекомендации. Все дело в том, что для получения рекомендаций нам необходимо сделать всего два действия. Это умножение вектора на матрицу и получение из вектора 10 максимальных значений. Соответственно, для этого мы используем специальную библиотеку, которая называется BRIS. Для тех, кто знаком с питоном, это очень похоже на NAMP. А вообще это просто в раппер над библиотекой BLAS. Это специальная библиотека для алгебраических действий, нативная. Она практически есть во всех операционных системах. И в общем, суть в том, что мы можем эти две операции делать намного быстрее, если бы мы просто перемножали флоуты через Java или Scala. К сожалению, у меня здесь нет бенчмарков сравнения, как считает BRIS и как считает, например, просто Java на флоутах. Но у меня есть перформанс, который мы имеем сейчас. То есть, например, слева в колонке указаны различные комбинации количества продуктов и количества факторов. В средней колонке сколько времени в миллисекундах занимает перемножение вектора на матрицу. И в правой колонке забор максимального 10 значений и перемножение вместе. То есть в последней колонке две операции вместе. И наш текущий вариант, что мы недавно использовали в продакшене, это 200 тысяч продуктов и 50 факторов. То есть перемножение происходит за 7 миллисекунд, а все вместе 17 миллисекунд в среднем. То есть, в принципе, мы даже учитывая какой-то нетворкинг и забор данных пользователей из HBase, мы вполне себе укладываемся в 100 миллисекунд даже с таким большим запасом. Схемка, как мы получаем рекомендации для пользователя. То есть у нас есть небольшое веб-приложение, написанное на AKHttp, которое принимает REST-запросы в виде ID пользователя и количества рекомендаций, которые нужно дать. Дальше мы идем в BigTable, получаем вектор пользователя и вызываем вот этот объект ItemScore, который делает все перемножения. Для рекомендаций по продуктам все выглядит намного проще. То же самое, только не нужно лезть в HBase, потому что все продукты и так хранятся в памяти. Здесь, к сожалению, наверное, не очень хорошо видно, но я привел исходный код главного куска, который делает всю математику и дает рекомендации. То есть это как раз-таки использование этой библиотеки Breeze. Здесь описан один метод, который принимает на вход вектор, неважно, это вектор пользователя или вектор продукта. Также он принимает на вход всю матрицу продуктов и назад возвращает рекомендации. Что он делает? Это просто перемножает вектор на матрицу и получает вектор скоров. Далее из вектора скора мы забираем 10 максимальных значений, так как этот метод возвращает индексы из матрицы. Мы хотим индексы преобразовать в артикулы продуктов. Это происходит здесь. И дальше мы их сортируем по скору, потому что эта функция, видимо, работает через структуру данных heap и просто возвращает 10 максимальных значений, но они не отсортированы. Соответственно, нам нужно еще произвести сортировку. На этом у меня все. Но еще я к презентации написал маленькое приложение, которое иллюстрирует все эти идеи и хотел бы показать небольшое демо. Исходный код лежит на GitHub. Я воспользовался данными от MovieLens. Это открытые данные по рейтингам пользователей и фильмов. И написал небольшое приложение с помощью Spark mleap. Соответственно, если кому-то будет интересно, то весь код есть на GitHub. Также у меня здесь есть все инструкции, как это можно быстро задеплоить локально. Также есть небольшой UI. Наверное, быстро UI покажу. Чисто технически это просто небольшой веб-сервер, который поддерживает четыре вида запросов. Получение рекомендаций для рандомного пользователя, получение рекомендаций для рандомного продукта и также получение рекомендаций по ID пользователя или получение рекомендаций по ID продукта. UI написан на Jupyter Notebook и выглядит примерно следующим образом. Здесь, например, есть какой-то пользователь с ID-шником 252. Здесь я вывожу его историю, то есть те фильмы, которые он посмотрел и которыми он интересовался. Чуть ниже рекомендации, которые он получил по этой истории. В принципе, если бы работало побыстрее, я бы показал, что здесь есть корреляция, есть связь между тем, что он посмотрел, то, что ему выдали. То есть, в принципе, эти рекомендации имеют смысл. И кроме рекомендаций по пользователю, также есть по продуктам. Выглядит примерно следующим образом. То есть есть какой-то фильм, наш продукт. Вот его здесь картинка. И ближайшие рекомендации к нему. Но я этот фильм не знаю, но, судя по всему, это какой-то боевичок. И в рекомендациях тоже много боевичков. То есть выглядит логично. Также можно, например, вызвать функцию получения рекомендаций для рандомного продукта. У меня в датасете нет картинок, поэтому я написал функцию, которая подгружает их из Google. И можно просто вызывать его и смотреть, для какого продукта что он выдает. Обычно это занимает секунд 15. Ну, сами рекомендации в среднем где-то локально за 5-6 миллисекунд считаются. Но вот он очень долго картинки из Google подгружает. Сейчас подождем секунд 10. Может быть, подгрузит. Ну, да, вот рекомендации для фильма «Мария и Антонет» 2006 года. Ну и так далее. То есть можно это вызывать миллион раз, смотреть, что чему удается. В принципе, у меня на этом все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ